Роман Рылов закончил юрфак Самарского университета и вот уже два года бороздит речные просторы и следит за порядком в акватории Волги. Молодой человек служит в ГИМС. Стало интересно, начал изучать, начал смотреть, начал читать нормативно-правовые акты. Ну и затянула наша прекрасная природа Самарской области, доброжелательные судоводители. Обычно в большинстве случаев все воспитанные, доброжелательные, улыбающиеся люди, которые находятся на отдыхе, естественно, не без исключений. Самые сложные случаи мы, конечно же, вызываем полицию, ОМОН, но это бывает очень-очень редко. В этом году такого не было. За одну смену патруль может поймать до 10 нарушителей. Самая популярная причина – отсутствие регистрации на лодку. В таком случае полагается штраф в 15 тысяч рублей. Таких судоводителей удается задержать практически в первые минуты рейда. Следующие по частоте нарушения – отсутствие техосмотра, который нужно проходить раз в пять лет, и просроченные права. В этот раз капитан и вовсе без разрешения на вождение катера. Его правоохранители заметили издалека. Говорят, нарушителей видно по поведению. При появлении инспекторов они начинают заметно нервничать. Как выясняется, не напрасно. В этом случае нарушителю придется раскошелиться на 10 тысяч рублей. В целом же задача сотрудников ГИМС – не наказать, а предупредить происшествие на воде. И большинство находящихся у штурвала адекватно воспринимают проверки. Как правило, останавливаются люди прожелательные, с пониманием. Некоторые реагируют странно, как раньше реагировали. Позвонить, звонить, будут звонить этому, будут звонить тому. Как я уже рассказывал, звонят из-за 300-рублевого штрафа. Сложнее всего соглашаются выплатить штраф владельцы дорогих и больших судов, в стоимости которых неограниченное количество нулей. Скорость катера, на котором проходят проверки, достигает 50 км в час. Для погони, в случае чего, этого недостаточно. Но правонарушителям не стоит расслабляться. Инспекторы передают все данные своим коллегам и работают на перехват. Потому незамеченными в акватории Самарских рек остаться точно не получится. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Василий Колдашов. События.